Злой волк и огромный поросёнок. Далеко-далеко в дремучем лесу, рядом с прекрасным озером, жил-был волк, голодный и злой. Он положил глаз на трёх поросят и выжидал, когда будет возможность поймать их и приготовить себе на ужин. Эй, это моё яблоко? Я его съем потом. Дай сюда. Эм, какая жадная прожорливая свинья. Пожалуй, я знаю, как тебя поймать. Волк разложил на лесной тропинке яблоки, а в конце дороги он устроил ловушку. Кушай, кушай, Хрюша, угощайся. А у меня на ужин будет свинья с яблоками. Когда по дороге домой прожорливый поросёнок заметил, что на земле разбросано много яблок, он был вне себя от радости. Ого, мои любимые яблочки. Млям-млям-млям. А вот ещё одно. Млям-млям-млям. Ого, да тут полно яблок. Надо позабрать их все, пока мои братья не увидели. И все они будут мои, мои, мои. Когда большой поросёнок попытался добраться до последнего яблока, волк дёрнул за верёвку селка, и огромная тяжёлая сеть накрыла его. Несмотря на то, что поросёнок изо всех сил пытался вырваться, он так и не смог порвать сеть. Помогите! Что происходит? Выпустите! Выпустите! Ты попал в мою ловушку, толстый жадный свин. А в это время голодные братья поросята, которые бродили в поисках еды, услышали крики. Что происходит? Выпустите! Выпустите! Они стремглав бросились к лесной дороге и увидели, что злой волк поймал их большого жадного брата. Выпустите меня! Помогите! Мы должны спасти его! Но у меня не хватит сил! Я слишком голодный и тоже боюсь волка! Поросята решили действовать с умом и выследить, куда злой волк потащит их брата. А волк, устав нести огромного поросенка, лег отдохнуть. Псс! Эй! Псс! Эй! А? Что? Там кто-нибудь есть? Тише, тише! Мы пришли спасти тебя! Не бойся! Отважные поросята попытались подтолкнуть волка, чтобы вызволить своего брата. Но не смогли, потому что он был слишком тяжел. Может, если ты отдашь нам яблоки, которые ты спрятал в своей сумке, у нас получится вытащить тебя? Нет, они мои. Если я выберусь отсюда, я съем их. Виск этих свиней преследует меня даже во сне. Я съем их по одному вкуснятина. Тогда нам придется оставить тебя здесь с волком. Огромный поросенок наконец согласился. Подожди, подожди. Хорошо. Возьмите по одному. Эй! Ну ладно, ладно. Братья съели яблоки и, наконец, смогли отодвинуть волка в сторону. А потом им с трудом удалось вытащить их толстого старшего брата из сети. Когда волк проснулся и увидел, что его добыча сбежала, он очень разозлился. Кто посмел украсть у меня еду? Прожорливый поросенок понял, что жадничать и гнаться за чужой едой нехорошо. И с того самого дня он с удовольствием делился всеми своими любимыми угощениями с младшими братьями. Особенно красивыми с белыми яблоками. Три поросенка идут в поход. Давным-давно на красивой лесной поляне дружно жили мама-свинья со своими тремя маленькими поросятами. Однажды младший поросенок Ниф-Ниф, средний поросенок Наф-Наф и самый старший поросенок Нуф-Нуф решили отправиться в поход. Мама, все наши друзья уехали на летние каникулы. Нам теперь не с кем играть. Разреши нам разбить лагерь у озера. Мама-свинья не могла отказать своим дорогим поросятам. Это замечательная идея, дети мои. Конечно, я разрешаю вам идти в поход. Но обязательно выберите хорошее место для лагеря и убедитесь, что ваши палатки прочные. Ура! 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 На следующий день поросята отправились в поход. Но только они зашли в чащу леса, как их заприметил злой волк с острыми зубами и голодными глазами. Ммм, какие сочненькие и аппетитненькие поросята! Отличный будет завтрак! Но братья даже не заметили следовавшего за ними волка. Наконец, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф добрались до берега озера. Там они нашли живописное место для лагеря. Самый младший поросенок Ниф-Ниф решил поставить свой шалаш возле дерева. Он собрал большие листья, чтобы построить домик, и не успели его братья глазом моргнуть, как укрытие было готово. Самый старший поросенок Нуф-Нуф подошел к младшему брату и посмотрел на его палатку. Какая замечательная палатка, Ниф-Ниф, молодец! Но как ты думаешь, насколько она прочная? Да, конечно, прочная, братец! Средний поросенок Наф-Наф решил сделать свою палатку из камыша. Для этого он собрал ростки на земле, соединил их вместе и тоже очень быстро закончил свою работу. Но когда старший поросенок пришел к своему среднему брату и увидел палатку из тростника, он предупредил его. Твоя палатка, конечно, хороша, но защитит ли она тебя? А случай опасности? Это же тростник! Да, конечно! Смотри, я выбрал самый высокий тростник. Моя палатка ни за что не рухнет! Поскольку два маленьких поросенка так быстро поставили свои палатки, они начали играть и веселиться. Тем временем страшный серый волк внимательно следил за ними из своего укрытия. Пока младшие братья играли, Нуф-Нуф начал делать свою палатку из толстых ветвей деревьев. Он работал почти до самого вечера. Зато когда его убежище было готово, оно выглядело по-настоящему прочным. Когда Ниф-Ниф и Наф-Наф увидели палатку своего старшего брата, они очень удивились. Твоя палатка, конечно, прочная, но ты же все время работал и даже не смог с нами поиграть. Когда наступил вечер и солнце село, три поросенка решили пойти на морковную вечеринку в лес. И, конечно, голодный волк последовал за ними. Три поросенка увидели, что на этой вечеринке почти одни кролики. Ну, конечно, это же была морковная вечеринка. Ой, похоже, тут очень весело и вкусно. Я хочу попробовать всю морковь! Поросята подружились с кроликами и веселились с ними несколько часов подряд. Гуляйте, поросята! Завтра и мне будет очень весело, когда я вас съем! Когда вечеринка закончилась, три поросенка валились с ног от усталости. Они решили вернуться в свой лагерь. А злой волк ждал их всю ночь. Наутро, проснувшись в своем домике, Ниф-Ниф услышал снаружи шум. Выходи на счет три, поросенок, иначе я уничтожу твою хижину одним ударом. Моя палатка очень прочная, ты не разрушишь ее! Ну, ладно. Один, два, три... Волк сделал глубокий и приглубокий вдох и сдул все листья с палатки поросенка. Наспех построенный шалаш разлетелся на кусочки. Ниф-Ниф едва спасся и побежал к шалашу своего брата Наф-Нафа. Вскоре серый волк появился перед тростниковой хижиной среднего поросенка. Я знаю, что вы оба там, глупые поросята. Выходите, иначе я разнесу эту палатку одним ударом. Моя палатка никогда не сломается. Ха, ладно. Раз, два, три... Волк снова сделал глубокий вдох и сдул все камыши с палатки Наф-Нафа. Братья поросята едва спаслись и стремглав побежали в домик своего старшего брата. Братец, пусти нас! Волк сломал наши палатки! А теперь он идет сюда! Тогда нам нельзя терять ни минуты! Пойдемте со мной! Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф взялись за лопаты и вырыли перед палаткой глубокую яму. Затем они выбрались из нее по лестнице. Братья присыпали свою ловушку землей, а затем спрятались в домике Нуф-Нуфа, который он сделал из крепких веток. Как раз в это самое время голодный волк подошел к палатке Нуф-Нуфа. Выходите, поросята! А то одним ударом я разнесу твою палатку в щапки! Не теряй времени, волк! Ты не сможешь разрушить мою палатку! Что ж, посмотрим! Раз, два, три... Волк набрал воздуха и стал дуть изо всех сил. Но прочный домик остался невредим. Волк подошел ближе и снова дунул. Но ничего не получилось. Укрытие даже не качнулось. Волк сделал еще шаг ближе. И вдруг... Нееееееет! Упал в яму, вырытую поросятами. Увидев, что волк попался в ловушку, поросята выбежали из палатки и закрыли яму. Затем братья отправились домой к своей маме, чтобы рассказать ей о случившемся. Мама, ты была права. Нам надо было быть осторожнее. Мы должны были проверить местность перед походом. А самое главное, нам надо было установить прочные, надежные палатки. Да, да! Мама-свинья крепко обняла своих детей. Она была очень счастлива, что они благополучно вернулись домой. И все кончилось хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Екатерин健康 Продолжение следует...